Привет, друзья! Вы на канале Вязание. Меня зовут Люба и со мной вязать легко и просто. Сегодня я вам предлагаю связать вот такую крутую современную дырявую шапку и с очень чудесной пряжей. Пряжа называется Дарлинг и купить ее можно в магазине Ярно. Ссылку я оставлю в описании этого видео. Но эта шапка не с простыми дырками, это шапка с потертостями или как бы визуально очень похоже на то, что это дырка. Это не спущенные петли. Вот такая. Можно с подворотом, с интересной торчащей макушкой. Ну что, друзья, пошли вязать! Начинаем. Для этого нам понадобится пряжа, инструменты и расчеты. Начнем мы с расчетов и о пряже. Пряжа называется Дарлинг. Покупала ее в магазине Ярно. Ссылки и описание я оставлю внизу, так как этикетку я выбросила. На крутилке для пряжи я ее скрутила в 12 нитей. Мне понадобилось 2 мотка этой пряжи. Состав у нее очень прекрасный. Нам понадобятся спицы 40 см 4 мм. Нам понадобится спицы 40 см 3 мм. Толщина спицы, маркеры, ножницы, нить контрастного цвета. Понадобится крючок и расчеты. Шапку мы будем с вами вязать на окружность головой 54-56 см. Плотность моего вязания 10 на 10, 22 петли на 32 ряда. Как я рассчитываю? 54 петли я умножаю на 2 и 2, получаю 118 петель. От 118 петель для того, чтобы шапка лежала плотно на голове, я отнимаю 10%. У меня получается 106 петель. Я к 106 петлям, если их поделить на 4, потому что у нас будет 4 клина, которые мы будем закрывать макушку нашей шапки, не делится на четные числа. То есть у меня 2 целых числа получается, 2 дробных. Для того, чтобы у меня получились целые числа, я добавила еще 2 петли. 106 петель я добавила 2 петли. И у меня получилось 108 петель, прекрасно делится на 4, получается 27 петель. Шапку мы будем вязать с подворотом, с отворотом. Высота шапки, начиная от самого начала до конца макушки, 40 см. Из которых 30 см приходится на саму шапку до убавок, которые мы будем делать для макушки. И 10 см уходит на убавки на макушку. На сам вот этот вот отворот будет где-то около 15 см. Так, начнем. Нам нужно на спицу 4 мм набрать половину из полученных нами петель. То есть мы с вами получили 108 петель, нам нужно набрать для шапки. Набор петель у нас будет проходить фабричным методом. Мы будем вязать первые три ряда фабричный набор петель. Для этого нам нужно количество наших петель поделить на 2, 54 петли. И 54 петли контрастной нитью нам нужно набрать на спицу. Набирайте достаточно рыхло, не сильно плотно. Крючком мы закрепляем нашу первую петлю. Таким вот методом нам нужны открытые петли. Закрепили, приставили спицу. И начинаем набор 54 петли для нашей шапки. Значит, подхватываем крючком нить, 1. Набрасываем нить за спицу, крючком 2. И так 54 петли. Снова заводим нитку за спицу. Крючком подтягиваем нить, 3. Достаточно рыхло, 4, 5. Потому что нам это потом нужно будет соединить в круг. 6, 7, 8, 9, 51, 52, 53, 54. Так, нам нужно 54 петли. Нитку я отрезаю и закреплю ее. Так, мы набрали 54 петли. Теперь мы так ее переворачиваем, чтобы у нас вот этот ряд был косичка. Чтобы мы ничего с вами не потеряли. Чтобы она у нас смотрела в нужном нам направлении. Распределили. Что я делаю, чтобы она у меня, эта косичка не перекрутилась и я ничего не потеряла. Я беру маркер и вот эти вот захватываю нижние части петель и между собой их соединяю. И тогда уже точно вы ничего не потеряете. Как минимум у вас будет ориентир. Вот так я их соединяю. Вы можете соединить их в круг на самом деле. Как обычно при круговом, например, вязании, да, соединяет в круг. Ну, я вот делаю вот таким вот образом. Теперь мы берем спицы 3 миллиметра. Присоединяем нашу ниточку. И начинаем набирать петли. Как мы будем набирать петли? Значит, первую петлю мы провязываем лицевой. Делаем накид. Из петли, которая у нас на спице, мы провязываем лицевую. Накид. Лицевая. Накид мы делаем, спицу заводим за нитку. Накид. Лицевая. Подтягиваем. Накид. Лицевая. Накид. Лицевая. Накид. И так делаем до конца ряда. Почему спицы 3 миллиметра? Потому что тогда вот этот край, он не будет растягиваться. Будет очень красивым этот фабричный край. Если вы будете вязать спицами 5 миллиметров, то тогда возьмите спицы 4 на один размер меньше. Если вы будете вязать так же 4 миллиметра, то тогда берите 3. Подвигаем. И продолжаем. Накид. Лицевая. Накид. Лицевая. Накид. Лицевая. Накид. Лицевая. И так до конца ряда. Когда вы все эти петли так сделаете, наберете, у вас должно получиться 108 петель. Подвигаем. Продолжаем. Накид. Лицевая. Накид. Лицевая. Накид. Не спешите. Первый ряд, первые три ряда, они такие немножко как бы муторные. Из-за того, что нужно не спешить, аккуратно каждую петлю все-таки натянуть, чтобы у вас наборный край был ровным, действительно похожим на фабричный, как на производственный. Потому что, если будете спешить, то получится не очень красиво. Поэтому лучше все-таки постараться. Не спешить. И первые три ряда сделать очень красиво. Так, набираем. Потом кончик спрячется в образовавшийся край фабричный, и его видно не будет. Очень классно, люблю эту пряжу Дарлинг. После стирки у нее появляется такой благородный пушок, ненавязчивый. Но все-таки чуть она пушится, в глаза не лезет. Здесь очень классный состав. Здесь кашемир, хлопок и мериносовая шерсть. Очень мягкая, абсолютно не колючая. Потому что я человек очень чувствительный. И мне все, скажем так, очень много, даже некоторые мериносы для меня очень колючие. Поэтому вот эта пряжа Дарлинг подойдет для людей, которые очень чувствительны к шерсти. Она подойдет для свитеров, она подойдет и для шапок, но она после стирки немного пушится. Вот этот вот пушок кашемировый, он присутствует. И, скажем, люди, которые чихают, которые аллергия может быть на шерсть, все-таки эту пряжу я не рекомендую, поскольку пушочек может давать о себе знать. Оставлять следы на темной черной одежде. Подвигаем. Смотрите, видите, у нас вот этот маркер, он нам не дает перепутать. Вот мы и не забыли, провязали лицевую и обязательно сделали накид. Последний, да? 108 петель. Что мы делаем дальше? Вот мы пришли ко второму ряду. Я поставлю маркер, означающий начало ряда. Что мы делаем? Мы лицевую провязываем лицевой. То есть у нас сейчас был как набор петель, да? Сейчас мы провязываем, начали провязывать с вами первый ряд. С первого ряда у нас следующий. Подтянули кончик. Лицевая. Та петля, которую мы делали накид, рабочая нить перед работой, мы снимаем как изнаночная, не провязывая, нить возвращаем назад. Снова лицевая, нить перед работой, изнаночную мы снимаем как изнаночную, нить возвращаем, лицевая, изнаночную мы снимаем как изнаночная, нить возвращаем. Провязываем лицевая, нить перед работой изнаночная, снимаем, нить возвращаем, лицевая, изнаночная снимаем и так до конца ряда. Сейчас мы дошли с вами до второго ряда. Во втором ряду мы с вами делаем практически то же самое, что и в первом, только теперь мы что делаем? Лицевую петлю мы снимаем как лицевую, нить за работой, а теперь мы провязываем изнаночную, да? То есть лицевую мы снимаем, не провязывая, а изнаночную мы провязываем. Лицевую мы не провязываем, снимаем, нить за работой и провязываем изнаночную. То есть если в первом ряду мы провязывали лицевые и изнаночные снимали, то во втором ряду мы лицевые снимаем, нить за работой, за спицей. Лицевую мы снимаем как лицевую и провязываем изнаночную, лицевую мы снимаем и провязываем изнаночную. Итак, второй ряд до конца мы провязываем таким образом, лицевую мы снимаем, изнаночную мы провязываем, лицевую петлю снимаем и изнаночную мы провязываем. Вот мы пришли с вами к третьему ряду, даже скажем так, первый это у нас набор петель, да? Второй мы провязываем все лицевые и изнаночные снимаем, третий мы провязываем все изнаночные, а лицевые снимаем. И четвертый мы провязываем все петли и изнаночные, тем же номером спиц 3, да? То есть теперь мы и лицевую, и изнаночную провязываем, лицевая, изнаночная. Подтягиваем петли, лицевая и изнаночная. Этот ряд у нас заключительный в нашем фабричном наборе петель и провязывание. Сейчас мы уже делаем такой заключительный ряд, провязывая и лицевые, и изнаночные петли, лицевая, изнаночная. Когда мы дошли с вами до пятого ряда, мы провязали 4 ряда с вами фабричным способом. Мы сделали красивый наборный ряд фабричный. Нам нужно перейти на спицы номер 4 миллиметра. Я вам все-таки рекомендую еще один ряд, пятый, провязать спицами 4 миллиметра, также лицевые и изнаночные, для того, чтобы у вас уже основная шапка, да, когда вы начнете вязать, она уже у вас была на спицах номер 4. После трех все-таки 3, они немножко меньше, чем 4. И еще один ряд, пятый, мы с вами провяжем просто лицевой и изнаночной, только спицами уже номер 4 миллиметра. Переснимем наши петли и спиц 3 миллиметра на наши основные спицы, которые мы будем вязать уже основное наше полотно. Хотя бы один рядочек нам все-таки стоит провязать спицами 4 миллиметра. Также лицевая и изнаночная провязать еще один ряд. Я думаю, вы справитесь без меня, сделайте это и встретимся снова с вами на следующем кругу. И начнем уже вязать с вами первые наши дырки. Провязав пятый ряд, получается у нас с вами, да, пересняв уже все петли, провязав на спицах 4 миллиметра, мы с вами начнем приступать к основному вязанию нашей шапки. Что нам нужно сделать? Нам нужно убрать этот маркер. И мы с вами сделаем, распустим вот эту нитку. Она нам уже больше не нужна, чтобы она нам больше не мешала. Ее можно уже распустить. Я вам покажу сейчас несколько видов дырок, которые вы можете вязать. И потом эти дырки вы просто применяете в полотне уже по своему желанию. Как вы хотите, где вы хотите, я вам покажу три вида дырок, которые я вяжу, которые я вязала, которые имитируют саму дырку. Так, давайте мы вот это отрежем. Быстрее будет. И эстетично. Начинаем с вами вязать. Вот здесь, где у нас были с вами, если вы обратите вот наборочные, да, первый ряд наших петель. Здесь очень все красивенько, абсолютно ничего не видно, никаких ступенек нет. Этот кончик ниточки мы с вами иголкой спрячем вот в эти первые нижние петли, и у нас ничего видно не будет. Ставим маркер и начинаем вязать дырки. На самом деле, эти дырки вы можете вязать где вам угодно. Ни к чему как бы не привязываться, к каким-то конкретным расчетам. Две, три, пять, десять. Я вам покажу три вида дырок, которые я использовала, и вы их сможете по всей величине шапки также использовать. Самый простой вид первой дырки, который я использую в такой шапке, это самый, как вы делаете, например, на пуговице, да. Первую петлю я провязываю, например, лицевой. Вторую петлю изнаночную я провязываю лицевой. Только я ее провяжу вот так лицевой. чтобы у меня петли ровно смотрели в одну сторону, чтобы ложились красиво. Нить подхвачу снизу, да, не сверху. Лицевая, но нить снизу подхвачу, и тогда у меня петли будут ложиться, вот левая стенка, она у меня на спице. И когда я буду одну петлю на другую, то у меня петли будут не перекручены. Так, еще раз. Как бы закрываю, да. Таким образом я делаю дырку. Главное только запомнить, какое количество петель вы закрыли. Если что, вы потом просчитаете. лицевая, подхватываю ниточку, так, чтобы у меня левая петля, она смотрела на меня. И предыдущую петлю я набрасываю, закрываю. И еще раз я провязываю. То есть, получается, 3 петли я закрыла. Все, первая дырка у нас готова. Вот такая вот у нас дырка. Можно посмотреть, да, вот у нас изнаночная есть, и вот здесь у нас изнаночная. Раз, два, три. Три петли мы закрыли, значит, в следующем ряде, когда мы придем, мы должны будем 3 петли здесь набрать. Вот такая вот первая дырка. Продолжаем дальше. Дальше мы вяжем по узору. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот такие вот дырки, в виде самих дырок, тоже делайте столько, сколько вы считаете нужным. Второй вид дырки, который я делаю, например, вот я провязала, чуть-чуть больше провяжу, так, чтобы не совсем рядом они у меня были между собой. Начну, например, сейчас уже вязать, да, следующую дырку. Что я делаю? Я беру, вот у меня идет лицевая, и следующая изнаночная. Лицевую поворачиваю таким образом, чтобы левая стенка петли смотрела на меня. Делаю накид. Можете не делать накид, ну, можно сделать накид. Я делаю накид и провязываю 2 петли вместе. Дальше снова по узору. Две лицевые и так дальше. Значит, с этой дыркой мы будем делать следующие манипуляции, поэтому во втором ряду мы к ней вернемся. и третий вид дырки, которую я делаю. Это просто одна маленькая дырочка. Вот, скажем, вот таких вот дырок, которые мы только что сделали, да, накид и 2 петли вместе провязали. Вот эти дырки я использую очень часто, они очень красивые. На самом деле, эти дырки вы можете делать по наитию, как вам нравится. Хотите, закрывайте, хотите, не закрывайте. То есть, я сейчас вам покажу несколько вариантов, как я вяжу. и вы на самом деле можете уже эти петли прибавлять или убавлять по своему собственному желанию. Абсолютно никакого алгоритма есть, возможно, вот алгоритм с первой, да, вот этой дыркой, которую вы просто закрыли, как для пуговицы. И в следующем ряду мы сделаем набор петель. И с этой вот, в которую мы вторую дырку сделали, я буду просто в каждом ряду делать убавки по одной петле. И сейчас я вам все покажу, как делать. И такие виды дырок вы просто чередуете по своему усмотрению. Так, например, я провязала изнаночную, да, и вот я хочу снова сделать дырку. Но я не хочу большую, я хочу, например, маленькую. Что я делаю? Накид. Также поворачиваю лицевую петлю, так, чтобы левая стенка смотрела на меня. И провязываю две петли вместе. Вот таким вот образом. И поехали дальше. И заканчиваю свой ряд. Пока больше я дырок делать. А дырок делать не буду. Или может быть еще одну сделаем. У нас достаточно много места. Можем сделать еще. Так, например, у меня вот есть еще местечко до маркера. Я сделаю еще снова, да, одну дырочку. Я делаю накид. Лицевую поворачиваю правой стенкой, так, чтобы она смотрела на меня. И провязываю две петли вместе. И дальше заканчиваю лицевая и изнаночная до конца ряда. Переходим в следующий ряд. Довязали. Маркер перебросили. Вот мы пришли в следующий ряд. Мы вяжем лицевую, изнаночную, доходим до нашей дырки. Вот мы к ней дошли. Если вы помните, мы здесь раз, два, три петли закрыли. Что мы делаем? Мы теперь эти три петли таким вот образом накидываем один, да, ниточку, два, три. Возвращаем эти три петли на место. И дальше вяжем по узору. Тут у нас идет изнаночная. Значит, мы вяжем изнаночную. Подтягиваем. И вот у нас уже одна дырка есть. Одна дырка у нас готова. Вот такой один вид дырки, который вы можете использовать. Теперь мы идем к нашей второй дырке. Так, провязываем. И вот у нас есть вот этот вот накид и две петли вместе, которые мы провязали. Что мы делаем? Мы берем эту нитку, которую мы делали, накид. Мы ее сбрасываем, не провязываем. У нас идут две лицевые петли следом. Мы берем лицевые петли, переворачиваем, чтобы правая петля стенки этой петли смотрела на нас. Вот этот накид, что мы сбросили, мы снова делаем накид. Таким образом, чтобы у нас вот здесь образовалась дырка. И две вот эти лицевые петли мы провязываем вместе. Мы провязываем их вместе. вот у нас получается вот такая вот как бы дырка. Такая дырка-про тяжка. Дальше вяжем по узору. Так вот мы с вами уже добрались до третьей дырки. Вот у меня идет изнаночная и накид и две лицевые. Что я делаю с этой изнаночной и накидом. Я их провязываю две вместе лицевой петлей. Вот так вот. То есть я завожу спицу под накид и провязываю две петли вместе лицевой петлей. Подтягиваю и у меня такая образуется дырка. Тоже красивая и эстетичная с двух сторон. Дальше я делаю накид и у меня идут две лицевые петли. Я эти две лицевые петли поворачиваю так, чтобы стенки левые этих петель смотрели на меня и провязываю две петли вместе. Вот такая красивая у меня получается эстетичная дырочка. очень и очень красивая. Дальше вяжем по узору. Четвертая у нас дырка, изнаночная. Что я здесь делаю? Вот у меня был накид и следующие у меня идут две лицевые. Чтобы это выровнять, вот у меня изнаночная, теперь я вяжу лицевую, делаю накид и две этих лицевые поворачиваю таким образом, чтобы левая стенка петли смотрела на меня и провязываю две вместе. То есть в следующем уже ряду у меня получается будет выровнена изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, есть здесь у меня уже дырка закончилась. И вот такие небольшие маленькие дырочки вы можете использовать между большими дырками или вот в целом в полотне. Скажем так, эта дырка у нас закончена. В следующем ряду мы уже будем вязать только лицевые и изнаночные с этой дырки. Теперь мы с вами вот дошли до следующего третьего ряда. мы подходим к нашей первой дырке. Вот наша первая дырка. Как вы помните, здесь три петли мы закрыли и три петли мы набрали. И вяжем соответственно по узору. Если у меня была изнаночная, значит я вяжу следующую лицевая петля. Провязываю как лицевую, потом следующая петля должна идти изнаночная, я провязываю как изнаночная. Следующая петля у меня должна идти лицевая я провязываю как лицевая по узору и вот у меня идет изнаночная петля я провязываю изнаночная. Дальше лицевая и изнаночная, продолжаю по узору. Первая дырка у меня связана. Вот такая получается дырка на лицевой стороне и с изнаночной стороны она тоже выглядит достаточно ровно и эстетично. После стирки эти петельки еще разровняются и будет очень даже красиво. Дальше идем к нашей второй дырке. Мы дошли до второй нашей дырки, что мы с ней дальше продолжаем делать. Мы провязываем изнаночную, вот эту нить которую мы делали накид, мы ее сбрасываем, делаем накид новый и снова петлю лицевую вместе с изнаночной переворачиваем так, чтобы правая петля, правая стенка петли смотрела на нас и провязываем две петли вместе, одной петлей лицевой. Вот уже у нас такая получается большая дырка. Дальше мы вяжем по узору, ну в смысле лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и вот этот вид дырки я буду использовать очень часто буду чередовать. Через несколько рядов я ее повторю в другом месте. Этот вид дырки мне нравится больше всего и на самом деле все эти четыре вида дырки вы себе чередуйте так как вам удобно. И можете петли в любую сторону, хотите вправо две петли вместе, хотите влево две петли вместе, по большому счету только ваша фантазия. Вообще здесь фантазия ваша, никаких ограничений по величине дырки. И движемся дальше в следующем направлении. Так вот мы дошли. Здесь мы что делаем? Мы берем, у нас получается лицевая и лицевая. Мы провязываем эти две петли вместе, лицевой. Заводим спицу слева направо и провязываем две петли вместе лицевой. Провязали. Эту петлю мы сбросили, которая у нас была накидом и делаем еще раз накид два раза. Раз, два. После у нас идет лицевая, мы ее провязываем по узору лицевой и дальше у нас пошла изнаночная. И мы вяжем по узору лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так вот мы дошли к четвертой дырке, здесь мы ее уже закончили. Значит у нас здесь мы только вяжем по узору. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Скажем, вторую нашу дырку мы закончили. То есть первая наша дырка была в самом начале, вот эта вот большая, вот мы ее сделали. Вторую дырку, которую мы закончили, мы немножко перекрестили петли и вот так вот сделали такие небольшие дырочки. То есть мы просто несколько дырочек таких сделали и сзади это будет выглядеть вот так. И пойдем сейчас вернемся дальше к нашим большим-большим дыркам. Так, следующий ряд. Переснимаем маркер, здесь мы вяжем без изменений. Провязать обычно я вяжу там где-то 5-8 рядов и потом снова начинаю уже смотреть, где бы вставлять дырки и чаще всего последующие дырки я оставляю, например, между дырками. Что я имею ввиду, например, вот у меня была дырка и вот. Когда я закончу эту вторую дырку, я провяжу еще где-то рядов 5 или 6 просто лицевой изнаночный ряд и следующую дырку я вставлю между ними. То есть вот у меня первая и вторая дырка и будет дырка между ними. Потом у меня идет вторая и третья дырка, например, чуть дальше. После этих 5-8 рядов я ее вставлю вот здесь посредине, между этими двумя дырками. Дальше третья и четвертая дырка. Я также вставлю дырку сверху после. Весь и посмотрите, какая больше всего вам дырка нравится. Такую дырку вы себе туда и вставите. Так, идем к нашей следующей дырке. Мы будем вот этой вот дырке несколько рядов вот вязать таким образом. То есть вот мы пришли снова к нашим петлям, которые вот тут видно косичку они нам делают. Я просто снимаю этот накид с предыдущего ряда и даже эти петли вот как-то подтягиваю, видите, чтобы больше дырка образовалась, вот этот вот промежуток. Делаю снова накид, даже два накида я сделаю и вяжем дальше по узору. Лицевая. Так у меня здесь получается две лицевые. Значит я сделала два накида, повернула лицевые правой стенкой, левой стенкой ко мне и снова провязала две лицевые вместе. Вот таким вот образом, то есть дырка у меня увеличивается. Провязываю изнаночную. В следующем ряду я уже буду эту дырку закрывать. Как это делается мы сейчас посмотрим. Значит поехали дальше. Изнаночная лицевая, изнаночная по узору. Так вот мы с вами пришли к нашей дырке. Что мы делаем здесь? У нас уже здесь образовался как бы по рисунку. Мы посчитаем сколько петель нам нужно здесь добавить, поскольку у меня вот по рисунку изнаночная, потом у меня идет лицевая и мне надо посчитать сколько петель я всего лишь мне нужно здесь довязать. Сколько я их закрыла. Значит изнаночная лицевая у меня есть, здесь лицевая и изнаночная у меня есть. Значит у меня получается один, два, три. Три петли у меня нету. Что я делаю? Значит лицевую я провязываю лицевой. Вот эту вот накид, которую мы делали двойной, я его сбрасываю. И теперь с него я буду вязать три петли каким образом? Вот я его так возьму руками, да, вот эту нитку и вот у меня была лицевая. Значит я его набрасываю на спицу эту нитку, вывязываю первую петлю с нее изнаночную. Три петли мне надо с нее сделать. Теперь я снизу завожу спицу, подхватываю нить, делаю вторую петлю и снова набрасываю вот этот оставшийся кончик на спицу и вывязываю с нее изнаночную петлю. Получилось, что я три петли довязала тех, которых здесь я их убавила для дырки и дальше продолжаю по узору. Все, эту дырку мы закрыли, с ней покончено. То есть мы с вами сделали четыре дырки, три из которых мы уже закрыли. И у нас осталась еще одна, но она у нас будет самая большая дырка. Теперь мы вяжем дальше, добираемся до этой нашей четвертой незакрытой дырки, которая находится у нас внутри полотна. Вот смотрите, вот уже мы несколько рядов провязали и вот у нас уже образовалась вот такая дырка. Красивая, эстетичная дырочка. Вот мы дошли до этой нашей самой большой дырки. Я еще сделаю вот таким вот образом. Я вот возьму вот эти вот две петли, я сейчас еще их тоже провяжу вместе лицевой петлей. Заведу спицу с лево направо, провяжу две вместе лицевой и эту нитку я сбрасываю, которая у нас была накидом и делаю два таких оборота на спицу. Раз, два. И вот такая у меня будет одна большая огромная дырка. Два, да. И продолжаю дальше вязать по рисунку. То есть с левой стороны я уже не буду две петли вместе. У меня здесь уже лицевая и изнаночная. И поехали дальше. Значит продолжаем. То есть мы уже те наши три дырки мы закрыли. Вот у нас осталась одна петля. Одна вернее дырка, которую мы еще не закрыли. Значит мы вяжем. Довязываем снова до этой дырки. Я вам покажу, как ее... Что мы с ней будем делать, как мы ее закроем. Я ее буду закрывать частично. Для того, чтобы у меня получилась огромнейшая дыра. Конечно по желанию. Вот такая получилась у нас дырочка красивая, аккуратная. Так вот мы дошли до нашей дырки. Мы также можем еще продолжить несколько рядов. И вязать соответственно еще больше ее, еще длиннее. Я буду ее восстанавливать. Что значит восстанавливать? То есть я сейчас смотрю, сколько петель мне нужно добрать. Вот я смотрю, у меня изнаночная есть лицевая. Потом у меня с левой стороны есть изнаночная лицевая. И мне нужно добрать 1, 2, 3, 4, 5 петель. Мне нужно добрать 5 петель. Что я делаю? Я с правой стороны после лицевой делаю 2 таких накрутки на спицу. И с этой большой одной петли я восстанавливаю 3. А в следующем ряду из этих двух накруток я восстанавливаю еще 2. И у меня всего лишь получится, что мне нужно восстановить 5 петель. И с этой 3, а с этих потом 2 я еще восстановлю. Значит, что я здесь делаю? Я заканчиваю лицевой. Значит, мне нужно набрать изнаночная лицевая, изнаночная. Помните, да? Набрасываю на спицу, делаю изнаночную. Теперь спицу я завожу вниз под эту нитку, делаю лицевую. Снова набрасываю на спицу и правой спицей завожу и делаю лицевую. То есть, 3 петли у меня уже восстановлено. И снова провязываю весь ряд до конца. Давайте его провяжите без меня. И уже в следующем ряду мы закроем эту дырку. Так, пришли мы к ряду. Скажем так, к заключительному ряду. Вот у нас первая вот такая вот дырочка красивая получилась. Значит, если мы помним, да, в прошлом ряду мы 3 вот петли уже восстановили. И теперь нам нужно еще 2 восстановить. Что я делаю? У меня закончилась лицевой. Значит, я провязываю изнаночная и лицевую. То есть, я восстановила тех 5 петель. 2 с этой дырки и 3 с предыдущего ряда. Дальше у меня идет изнаночная по узору, лицевая, изнаночная. Старайтесь петли подтягивать, чтобы все-таки дырка она тоже не сильно вам петли теряла. Так, сейчас мы посмотрим. Вот у нас получилась вот такая вторая дырка. Она такая самая большая. Такая тоже очень красивая. То есть, состоит из двух дырок. Одна большая и одна более-менее маленькая. И заканчивая мы этот ряд, мы восстановили все наши петли после всех наших четырех дырок. Что мы делаем дальше? Дальше мы провязываем 5-8 рядов без дырок, без изменений, просто лицевыми и изнаночными. После того, как вы провяжете 5-8 рядов, вы снова повторяете эти же дырки. Ну, только, например, в каком-то другом порядке. Не обязательно в том же самом порядке, а в каком-то другом порядке. И эти четыре дырки вы можете за основу использовать в этой шапке. Сейчас мы дошли до третьей дырки. Вот она выглядит у нас вот так. Уже после того, как мы провязали и восстановили все петли над этой дыркой, вот она у нас выглядит вот так. То есть третья дырка, тоже такая красивенькая дырочка. Такая красивая дырочка. И четвертая, вот такая вот маленькая, малюсенькая дырочка. Вот мы дойдем до маркера, закончим ряд. И после этого ряда заключительного, когда мы закрыли все наши дырки, вяжем 3-5 рядов без изменений, просто лицевая и изнаночная. После того, как провязали 3-8 ряда, мы снова начинаем вязать дырки в любом интересном вам порядке. После того, как вы снова провязали несколько каких-то дырок, 3-5-8 дырок, сколько вы захотите, мы снова провязываем какое-то количество рядов. 5 рядов или 8 рядов, то от 5 до 8 рядов чередуете. Снова провязываете просто лицевая и изнаночная без изменений. После этого вы снова провязываете какое-то количество дырок. Можете 3, можете 4. И когда вы провяжете по нашей величине вот этих вот 30 рядов, вот мы с вами встретимся, когда мы с вами провяжем до момента, когда нам нужно делать убавки. Приятного вязания! После того, как мы с вами провязали 30 сантиметров шапки, от начала наборного края и до конца 30 сантиметров у нас было по описанию, значит мы должны с вами начать закрытие нашей макушки. Что нам для этого нужно? Нам для этого нужно наше полотно. У нас было 108 петель. Поделить на две ровные части. Вот я поставила желтый маркер с одной стороны и желтый маркер с другой стороны. Вот я поделила напополам. Будем мы закрывать. У нас будет 4 клина. Вдоль этих четырех клина мы будем делать убавки. На клине у нас будут непривычные, необычные, нестандартные, как в обычном вязании. Мы выделим с вами две полосы с одной стороны шапки, две полосы с другой стороны шапки. И у нас будет идти вот здесь ровная полоса, вот так ровненькая. И вдоль этой ровной полосы слева и справа у нас будет шапка убавляться. Поделили мы на две ровные части. Отсчитали от начала маркера 22 петли. Поставили маркер так, чтобы у нас первая петля была лицевая нашего клина. Отсчитали 9 петель и 9 петля она также должна быть лицевой нашего второго клина. После этой петли мы отсчитываем вот этого вот первого и второго клина 23 петли. Отсчитали 23 петли, дошли до этого места, где у нас следующая половина шапки. Снова отсчитали 22 петли, поставили маркер, отметили третий лицевую петлю, где мы будем делать убавки. Отсчитали 9 петель и поставили маркер. И после маркера еще раз 23 петли. И теперь начинаем первый ряд убавок, как мы делаем наши убавки. Убавки мы будем делать в каждом ряду таким вот образом. Доходим до нашего первого места, провязываем наши петли до первого клина. Берем одну петлю с нашего основного полотна, у меня это будет изнаночная. И первая петля моего клина. Вот лицевая петля правой стенкой смотрит вот так как бы в сторону. Вот на меня должна смотреть правая стенка петли. И изнаночная точно также должна на меня смотреть правая стенка петли. Что я делаю? Сниму маркер и эти две петли провяжу вместе слева направо лицевой петлей. Провязала. И вот перед этим местом, перед лицевой, поставила маркер, чтобы я не забыла, что это у меня место убавки. Провязала эти девять наши, то есть получается семь петель. Первая и последняя петля это будут наши петли убавки и семь петель между ними. Тут у меня еще в клине дырка. Так, вот я дошла до второго места убавки. Снимаю маркер. Здесь я переворачиваю петли таким образом, то есть нашу петлю лицевую и изнаночную. Таким образом, чтобы теперь левая стенка петли смотрела на меня. Вот таким вот образом. И провязываю две петли вместе лицевой. После я поставила маркер и пошла к нашим следующим клиням. Когда мы дошли до нашего третьего клина, вот у нас перед лицевой стоит маркер. Мы снимаем изнаночную, ее не переворачиваем. Снимаем маркер. Возвращаем изнаночную и нашу лицевую, которая клина, провязываем с изнаночной слева направо одной лицевой петлей. Вернули лицевую петлю, поставили маркер на спицу, снова вернули лицевую и вяжем до нашего четвертого клина. Провязали, дошли до лицевой. Здесь мы наоборот делаем. Лицевую петлю петлю поворачиваем левой стенкой к нам лицом. Снимаем маркер и изнаночную также левой стенкой к нам лицом. И эти две петли мы провязываем вместе лицевой петлей. Ставим маркер и так мы делаем убавки, пока у нас на спицах не останется с одной стороны 9 петель и с другой стороны 9 петель. Вот мы пришли во втором ряду к первому нашему клину. Вот лицевая петля нашего клина и теперь с правой стороны лицевая петля. Что мы делаем? Эту лицевую петлю мы таки и оставляем правой стенкой к нам лицом. Снимаем маркер. Возвращаем лицевую петлю назад и две лицевых петли петлю клина и с полотна с правой стороны. Провязываем две петли вместе лицевой петлей. Возвращаем лицевую петлю, ставим маркер, чтобы мы не забыли. Снова возвращаем и вяжем 8 петель нашего клина. К следующему мы подходим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И петлю нашего клина, лицевая, если вы помните, да, с другой стороны. С левой стороны одну петлю мы берем с основного полотна и петлю лицевую клина. Мы ее переворачиваем так, чтобы у нас левая стенка петли смотрела на нас. Снимаем маркер. Следующую петлю с полотна с правой стороны мы снимаем так, чтобы снова левая петля смотрела на нас. И эти две петли мы провязываем вместе лицевой. Ставим маркер и идем к нашему третьему клину. Это второй ряд. Убавки мы делаем в каждом ряду. Дойдем еще до третьего, четвертого клина, я еще раз покажу. Дошли мы до третьего нашего клина. Лицевая повернута так, как нам надо, правой стенкой к нам лицом. Снимаем маркер. Лицевая нашего клина повернута так, как нам надо. Значит, мы две петли, заводя спицу слева направо, провязываем вместе лицевой петлей. Провязали, вернули, снова вернули лицевую петлю. Теперь мы вяжем изнаночная. Те семь петель наши. То есть у нас получается один такой большой. Вот у нас будет убавки идти. То есть с этих двух сторон у нас шапка будет идти, идти, идти. Оставится девять петель и мы их потом сошьем. И вот здесь будет у нас такая прямая-прямая полоса. Вот мы снова дошли до четвертого клина. Переворачиваем нашу лицевую петлю левой стенкой к нам лицом. Снимаем маркер. Берем одну петлю с основного полотна, переворачиваем так, чтобы лицевая основа левой стенкой смотрела на нас. И провязываем две петли вместе лицевой петлей. И вот у нас получается будут идти вот убавки. Видите, у нас полотно уезжает под эти петли. Ровная линия. И также у нас с правой стороны тоже ровная линия. И вдоль этой петли у нас будут уезжать вот так вот петли, сокращаться. Теперь вы самостоятельно без меня делаете убавки до тех пор, пока у вас на спице не останется вот этих девять петель с одной стороны и девять петель с другой стороны, где у вас отмечено маркером. Когда останется у вас восемнадцать петель справа и слева, мы тогда с вами встречаемся и продолжаем закрывать макушку. После того, как мы сделали с вами все убавки вдоль четырех наших линий, у нас получается осталось девять петель на одной спице и девять петель на другой спице. Теперь нам их осталось между собой сшить. Сшивать мы будем самым обычным матрасным швом. Как мы это делаем? Вот спица у нас передняя, да? Заводим иголку, так чтобы у нас колосок получился, чтобы у нас не перекрученная петля была. Заводим первую петлю. Теперь мы берем заднюю петлю, тоже заводим. Сначала один раз так, чтобы наша петля была не перекрученная. Так, чтобы у нас за спицы не цеплялась. Это такая тонкая работа. Теперь мы снова заводим нашу иглу в первую петлю верхней спицы, сверху в петлю, да? И под низ второй петли. На второй спице мы проделываем ту же самую манипуляцию. Мы засовываем иглу сверху и рядом во вторую петлю, снизу вверх. Так, сейчас мы вернем. Возвращаемся к нижним петлям сверху в иглу, снизу в петлю. И так продолжаем делать этот матрасный шов абсолютно со всеми петлями. Сшиваем макушку нашей шапки сверху вниз. Так, и потом спрячем наш кончик, который у нас остался внизу и вниз. Но я думаю, что вы уже умеете это делать. Сверху и сразу же в соседнюю петлю на этой же спице. Опять сверху и на этой же спице снизу. То есть у нас получается мы делаем лицевую петлю, да? Если вы вот посмотрите, у нас все лицевые петельки. Вот такой вот красивый ровный шовчик. Снова сверху. Так. Соскочила, да, петля? Надо смотреть внимательно, чтобы петли не соскакивали. И тут как нужно и потерять. Так. Что у нас тут было? Снова. Снова сверху вниз. Сверху вниз. Сверху вниз, сшиваем как лицевыми петлями, в эту же петлю снизу в петлю вверх. И последняя петля сверху вниз. У меня остался последний маленький кончик. И теперь вот эти лицевые петли, которые мы тут сшили, можно немного подтянуть. Если они у вас, например, вышли сильно свободные, то вы берете спицу и эти петли, которые у нас только что получились, которые мы сшивали, мы вот прям немножечко их подтягиваем, чтобы у нас не было вот этих слишком широких петель. И все, прячем кончик. Вот мы подтянули, вот у меня остался такой конец. Я его беру, протыкаю вот сюда, затягиваю, выворачиваю наизнанку. Вот у меня такой малюсенький остался кончик. Маленький малюсенький. Я его сейчас разрежу пополам. Возьму крючок. Возьму крючок. И закреплю, потому что больше у меня уже ничего не осталось. Если у вас тоже, видите, такая точность, то тогда можете сделать так, как я. И завязываю узелок. Так, чтобы у меня ничего не развязалось. И этот кончик нити я прячу вот прям крючком. Так, сейчас мы расправим, чтобы было понятно. И вот прям вот так крючком заправляем. Шов, который сверху у нас получился. После стирки эти все кончики сваляются, разровняются. И их не будет видно, и они никуда не вылезут. Поэтому бояться за них не стоит. И можно так вот сюда вниз. Обычно я всегда кончики заправляю. И только потом стираю. Обязательно сначала я заправляю концы. Стираю. И после стирки, когда уже у меня сам вот этот кончик свалялся с основным полотном, стал более незаметным, я тогда обрезаю концы. То есть не... Сначала я стираю. Так, все. Вот мы сшили нашу шапочку. Давайте вывернем теперь на лицевую, посмотрим. Вот. Сшили наши 9 петель. И вот у нас получилась вот такая макушка. Ровненькая, аккуратненькая. После стирки здесь все разровняется. Петли разляжутся. Вот так. Вот такая у нас с вами вышла шапка. Дырявая шапка. И вот у нас еще остался кончик внизу. Что мы делаем с этим кончиком. Тоже мы его заправляем в иголку. И вот просто вот сразу вот так вот внизу под нижние вот эти петли, которые мы делали трикотажный набор. И вот аккуратненько его туда спрятали. Этот кончик также постирается и абсолютно не будет видно этого кончика. Если вы боитесь, что он у вас вылезет, можно его закрепить, например, за одну какую-то дольку петли. И вернуть в обратную сторону. Вот туда обратно, да, закрепить. Ну, здесь шерсть у меня и кашемир. Так что после стирки оно не вылезет отсюда. Это я. Потому что кончик хорошо сваляется вместе с основным полотном. Ну, пусть будет мы его закрепим. И конец обрезать после стирки. Вот так спрятали. Все, ничего у нас не видно. И после того, как мы постираем, этот кончик мы отрежем. Вот, друзья, вот такая у нас получилась шапка. После стирки ее можно будет, например, носить так. Если вы хотите, да, это разгладится. С подворотом. Хотите без подворота. Как вам будет удобно. Вот такая у нас шапочка с вами получилась. Надеюсь, вам был полезен такой мастер-класс. Ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok